ДОНСКУЮ ЗЕМЛЮ В Екатериновской средней школе на днях состоялась торжественная линейка, посвященная ее переименованию в честь героев Екатериновского подполья. Именную доску Екатериновской средней общеобразовательной школы имени героев Екатериновского подполья открыли Виталий Ташпулатов, выпускник школы, председатель общественной организации ветеранов боевых действий «Саланг», Екатерина Ткачева, директор Екатериновской школы. Субтитры создавал DimaTorzok Учащиеся школы возложили цветы к памятной доске героев-подпольщиков, а самые маленькие гости рассказали стихи. Спасибо вам за солнце, яркий свет, за радость, в каждом миге наш, за двери целовек, за раствор, и за поля сведущие намажки. Мы гордимся тем, что у Екатериновского села есть свои герои, их подвиг остается на века в памяти людской. Эта память о подвигах наших земляков останется не только в памяти в книгах музеев, но и в истории школы. Это нужно не мертвым, это нужно живым. ПЕСНЯ Оружие в боевой готовности. Участники патриотического клуба «Звезда» восстанавливают фронтовую технику, участвуют в реконструкции боев Великой Отечественной, чтобы их дети, внуки, знали военную историю и помнили, чья армия освободила мир от фашизма. Со звездным составом познакомились Галина Соколова и Артем Мирошников. ПЕСНЯ Оружие в боевой готовности пополняет арсенал Геннадий Доценко. Пулемет Дегтярева, карабин Мосина, пистолет-пулемет Судаева из его личной коллекции. Охолощенное оружие внешне неотличимо от боевого. Все Геннадий Яковлевич приобретал за свои средства. Армейский внедорожник 43-го года у мельцы клуба тоже реставрировали за свои деньги. За год ржавый газ 67 автослесарей, кровельщики, инженеры превратили в рабочую фронтовую машину и сняли фильм. Почти столько же времени ушло и на бронеавтомобиль 64Д с пулеметом ДШК. Собирали технику 42-го года выпуска мастера завода прессовых узлов. Семьи Ивановых и Макаренко. В машине все функционирует. Примерив на себя роль механика водителя, Иванов-младший понял, как трудно было экипажу выполнять боевые задачи в бронеавтомобиле с узкой смотровой щели. Когда ты едешь, то есть ты доверяешь наводчику, то есть он тебе говорит, где повернуть или нету автомобиля сейчас, или можешь ехать, как бы ты ничего не видишь, то есть ты на интуиции едешь. Галина Соколова, Артем Мирошников. Специально для программы «Время местное». Красносулинский Брэд Питт и Анжелина Джоли. Оксана и Владимир Данильчук тоже воспитывают шестерых детей. У них двое родных и четверо приемных. Но в отличие от звезд Голливуда, разводиться наша донская пара не собирается. Вся большая семья живет в любви и согласии. 17 лет совместной жизни Оксане и Василию подарили двух родных дочерей. Первый приемный сын у любящих родителей появился полгода назад. Взять не своего ребенка – непростое решение. Однако супруги Данильчук всегда мечтали о большой и любящей семье. Я мечтала о большой семье. Рожать по возможности у меня нет, потому что работа, я не знаю, подтолкнул меня детский садик. Я когда пришла в детский садик работать, я увидела кучу детей. Все, для меня это мое, я хочу этот шум гам. Кто бы мог подумать, что заветному желанию суждено было сбыться именно в такой непростой период для всей страны. За две недели до объявления режима самоизоляции супруги приняли решение стать родителями еще для троих маленьких детей. С органов опеки мне позвонили и просто, так сказать, спросили. Говорят, так, Сан, вот есть трое деток, 4 года, 3 года и 11 месяцев. Вот не хочешь посмотреть? Я даже не раздумывала. Я ехала не то, что смотреть, почему-то мы с мужем, я не знаю, я даже обрадовалась. Я говорю, Вова, представляешь, говорю, там трое детей, маленькие, говорю, малыши. Вот так сложилась ситуация, вот они остались без попечения, да, родители. Берем, все. Чуткая мать говорит, что чужих детей не бывает, бывают только недолюбленные. Трудностей Оксана не ощущает. Старшие дети всегда помогут по хозяйству, а государство на регулярной основе оказывает финансовую помощь. Я не заметила того, что вот было, ну да, первое время, конечно, немножко не высыпалось, потому что малыш еще маленький. Вот, непривычно было. А так сказать, что я не боюсь трудностей. На сегодняшний день в Красносулинском районе 209 детей-сирот, которые остались без родных и воспитываются в приемных семьях. Пусть Оксана и Владимир не кровные родители для малышей, но сейчас они друг для друга самые близкие люди. Юлия Кручинина, Николай Понарин, Дмитрий Соболев, специально для программы «Время местное». Весна. Теплый ветер принес тонкий аромат ландышей, и вот уже на столе красуется целый букет этих нежных цветов из бисера. Новошахтинские рукодельницы уже не раз были удостоены премии губернатора Ростовской области как мастера народной культуры. Вот и на этот раз их кропотливый труд высоко оценило руководство Донского региона. Новошахтинские рукодельницы не раз уже удостаивались премии губернатора Ростовской области как мастера народной культуры. В этом году их труд также был высоко оценен руководством области и награды нашла своих героев. Начала с цветов и деревьев из бисера, потом попала в клуб увлеченных. При местной газете у нас был создан такой коллектив, где занимались рукоделием. Светлана Килипова пробовала заниматься разным рукоделием и со своими изделиями пришла в клуб. Начала я со шпагата, потом освоила мыло варенье, потом декупаж и потом пришла уже к валянию. На сегодняшний день требования для получения премии губернатора выросли. Надо быть не просто декоративно-прикладным мастером, надо быть ремесленником. И Анастасия стала осваивать бисерное ткачество. В результате получаются вот такие украшения под названием гердан. Славянское такое украшение, оно пришло к нам с Украины западной, но очень прям прижилось. Чтобы сделать одно такое изделие, необходимо потратить более суток без перерыва на сон и на еду. А на пару теплых тапочек уходит около 15 часов. Физически это тяжело, у меня очень много инструментов. Кроме колодок нужно иметь всякие раскатки, рубель у меня есть, у меня есть стиральная доска старинная. Все это мне нужно для работы. Руководитель клуба не желает останавливаться на достигнутом. В следующем году у нас вводится звание народный мастер Дона. Хочу получить, конечно же, это звание. Но вот чтобы душу грела, такое доброе название, очень хочется. Клуб увлеченных, где собираются рукодельницы города, находится в городском доме культуры. Именно там умельцы вяжут и вышивают, создают поделки, украшения, изделия из бисера, а также общаются и делятся опытом. Оксана Полникова, Петр Светличный, телекомпания «Несвятай», специально для программы «Время местное». Удаль, широта души, плавность и задор. Русские народные танцы являются неотъемлемой частью русской национальной культуры. Евгений Трачук расскажет, а может и покажет, как танцуют в селе Печенокопском. Давайте посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В районном Дворце культуры юбилейный постепенно возвращаются к привычному ритму жизни. Уже возобновили деятельность клубы по интересам и кружки. Среди них два танцевальных коллектива. Зачастую, пока не подойдешь к ребенку и не развернешь ему те же самые ноги, без толку. Более того, хореография – это не индивидуальное занятие, это коллективное. Андрей Владимирович уже больше сорока лет преподает народные танцы. Говорит, что это направление у нас популярное. Но, как обычно бывает в танцах, в основном среди девочек. Мальчики здесь на вес золота. Андрей Владимирович сказал, что у меня такие данные хорошие. Если их не тренировать, их можно выкинуть на свалку. Режим самоизоляции сильно сбил привычный ритм занятий. Многие вещи приходится начинать с нуля. Дело в том, что на занятиях, получается, они добиваются вот столечка. А каждый пропуск по уважительной причине, не по уважительной причине, оттягивает вот настолько. Танцевальный коллектив «Нон-стоп» давно стал визитной карточкой Песчанокопского района. Прежде всего, потому что является группой поддержки футбольного клуба «Чайка». Но и другие праздники не обходились без их участия. Мы делали с ними номера, с девчонками, до того, вот когда я пришла работать, до того, как. А теперь понятно, что еще ничего не понятно, пока мы в форму не придем. Потому что вот ставить номера на вот тот состав, который сейчас есть, к сожалению. Сейчас коллектив сильно сократился. Среди участниц было много выпускниц. «Нон-стоп» ожидает новое пополнение, а пока те, кто в составе, усердно приводят себя в форму. Теряется она легко и быстро, а возвращать приходится упорными занятиями. Евгений Тарачук. Специально для «Время. Местное». На сегодня это все. Мы желаем вам только хороших новостей, о которых с удовольствием расскажем в нашей следующей программе. Берегите себя и своих близких. Встретимся во вторник на этом же месте в это же время. «Время. Местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова